Ситуация с распространением коронавируса в регионе пока ухудшается. Количество заболевших растет. В настоящее время в регионе болеет почти 3,5 тысячи человек. Около 500 из них в стационарах. Более половины заболевших это жители регионального центра. По последним данным, места для заболевших в больницах ограничены. На данный момент оперативным штабом по рекомендации Роспотребнадзора решено принять еще ряд дополнительных мер. Все они направлены на защиту жизни и здоровья людей и на стабилизацию ситуации с коронавирусной инфекцией в регионе. Уже к имеющимся ограничениям, таким как режим соблюдения самоизоляции, работы заведения общепита, соблюдение мер социальной дистанции и масочного режима, добавятся новые. Они коснутся празднования нового года. Это касается в первую очередь мероприятий, связанных с празднованием нового года, в том числе елок для детей. Их в этом году проводить мы не должны, не будем. Но новогоднее оформление города Рязани, других наших городов и населенных пунктов никто не отменял. Оно должно быть. И все планы администрации муниципальных образований по этому поводу остаются в силе. Новогодние елки, иллюминации и другие праздничные украшения на улицах будут. Кроме катков их заливать не планируется пока по понятным абсолютно причинам, чтобы избежать именно скопления людей. Не рекомендовано также в этот раз устраивать новогодние корпоративы. Что касается работы школ, учебный процесс стартовал в прежнем режиме с 16 ноября. Детские сады также продолжают работать, как обычно. Кроме того, губернатор Рязанской области Николай Любимов делает упорно слаженную работу всех структур, которые могут повлиять на эпидемиологическую ситуацию в регионе. Большое внимание уделяется контролю за соблюдением мер безопасности в общественном транспорте. Сейчас Росздравнадзором по Рязанской области также открыта горячая линия по вопросам наличия в аптечной сети лекарственных средств. Граждане могут получить информацию о наличии конкретных препаратов, рекомендованных для лечения коронавируса. Я уже дал поручение Министерству здравоохранения области обеспечить также неснижаемый запас лекарственных средств в больницах. По аптекам надо тоже поработать в этом отношении. Николай Любимов призвал уделять особое внимание готовности коечного фонда для пациентов с COVID-19. Вместе с тем уже назван регион нашей страны, где в данный момент объявлен тотальный карантин – Республика Бурятия. С 16 ноября там на две недели закрыли все предприятия торговли и общественного питания. До 30 ноября приостановлена работа всех торгово-развлекательных центров, кинотеатров, салонов красоты, фитнес-клубов, бассейнов и саун. При этом открытыми остаются точки розничной торговли товарами первой необходимости общепита на территории предприятий и гостиниц, продовольственные магазины, аптеки, салоны связи. Такие строгие меры объясняются ростом заболеваемости, дефицитом лекарств и свободных коек в больницах. Для поддержки экономики бизнесу пообещали налоговые поблажки. Таким образом, даже отмена новогодних гуляний в нашем регионе не самое страшное, что может произойти. Остается следить, как встретит Новый год столица праздника – Калуга, и зажжется ли там новогодняя елка. Максим Васильев, Анна Герцовская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».